А у нас в гостях Ирина Дубцова. Поприветствуем её. Ира, у вас в репертуаре есть песня «Сильная женщина». Почему именно эту песню вы поёте? Ну, вы знаете, вообще, я не могу сказать, что у меня есть в репертуаре эта песня. У меня эта песня... Мне повезло, и я удостоилась чести спеть эту песню на юбилейном концерте у Аркадия Укупника в прошлом году. И до этого момента я даже и не думала браться за песни Аллы Борисовны Пугачёвой, потому что для меня, я не скажу ничего нового сейчас, да, но для меня, как и для всех артисток, в общем-то, это не просто величина. Это просто величиной не хочется называть, потому что величина – это то, чего можно достичь. То, что можно посчитать. В конечном итоге. Ну, или да, то, что можно посчитать. Алла Борисовна – это и сильная женщина с больших букв, причём большая буква каждая в этом словосочетании, и великая певица, великая актриса, невероятный пример. И если я берусь переслушивать всё, что было спето, всё, что было сыграно Аллой Борисовной, я каждый раз всё нахожу и нахожу, и нахожу ещё что-то, чему нужно и можно поучиться. Спасибо. Ну что же, мы с удовольствием хотели бы послушать эту песню. Спасибо. Аплодисменты Аплодисменты Крикну Аплодисменты Крикну Аплодисменты 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 Что касается песни «Сильная женщина», то история песни этой такова. Я уже довольно долго ходил в эту семью, заходил я со стороны Кристины, потому что стал я писать песни для Кристины, для Володи Преснякова, и в один прекрасный день, не зная, что на меня нашло, я пришёл опять что-то, наигрывал и спел эту песню, и, ну, перед этим я сказал, что «Алла, вот я для Кристины песню написал». Вот про эту, да, сильной женщину. Она говорит, ну, давай, я пою, была такая пауза, она говорит, а что для Кристины, я и сама это спою. Но, это было, видимо, настало время, да, потому что это было в течение, может быть, года. Она в этот момент может быть... Она развозилась в этот момент, нет? Слова были другие. Может быть, поэт? Слова были другие. То есть, песня, было понятно, что крикнула в ответ тишина, снова я осталась одна, но «Сильная женщина плачет у окна» придумала она. Она переделала полностью текст, немного музыку. Я хочу сказать о том, что счастье тех артистов, композиторов, которым довелось познать это счастье, когда она берёт твои ноты и добавляет в них то, чего ты никогда не сможешь добавить, то, что она на это смотрит, я не знаю, с небес там, она это где-то в себе там формирует. Она показывает, ну, лично для меня, стала огромным учителем, она показала мне, как надо работать с песней, как надо вообще понимать это, как это вообще, каким боком к этому подходить. И спасибо, Алуся, я всегда под твоим крылом и никогда ничего не забываю, не тех дней, когда я проводил в твоей квартире и тех важных слов, в которые ты говорила, даже не мне, но про меня, про мою музыку в кино, ты говорила хорошая музыка. И я понимал, что я не зря пошёл там заниматься всем другим делом, поэтому спасибо тебе за многое, вот, но хочется тебе пожелать, чтобы ты вообще не останавливалась никогда, потому что если ты остановишься, мы вообще не будем знать, что нам делать. Но всё равно те люди, которые вышли из-под твоего крыла, мы всю жизнь будем жить с оглядкой на тебя, поэтому не останавливайся никогда, это нам нужно прежде всего. Спасибо, Аркадий, за эту прекрасную песню.